Добрый вечер! В студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. В Югре построят несколько объектов по утилизации попутного нефтяного газа. Расскажем, какими еще мерами в регионе усилят экологическую безопасность. Водители ругают коммунальщиков, а те, в свою очередь, сетуют на автовладельцев. Покажем, как в Сургуте предметом спора стала уборка снега. 15-минутная операция и возможность сходить уже на следующие сутки. Объясним, чем хорош новый метод лечения онкологии. И обо всем подробнее прямо сейчас. Югра является лидером в предоставлении дошкольного образования. Его доступность составляет 100%. Об этом сегодня говорили во время первого в этом году прямого эфира губернатора. Темой встречи стала реализация в Югре дошкольного и общего образования. Участники оценили его качество и предлагаемые возможности для самореализации детей в разных сферах. Так, в Нижневартовской школе номер 14 работает технопарк, в котором ученики создают роботов, рисуют мультфильмы и изучают языки программирования. В Пытьяхском детском саду «Белочка» для маленьких югорчан открыли культурно-экологический клуб. Его цель – воспитание в детях бережного отношения к природе и своему краю. По итогам 2022 года наш регион вошел в группу регионов с наиболее высокими показателями эффективности осуществления функций управления образованием. То есть, у нас в регионе этими вопросами занимаются хорошо подготовленные специалисты. Решения, которые они разрабатывают и затем реализовывают, носят высокий положительный эффект. В Югре усилят экологическую безопасность. Такое решение приняли сегодня на заседании окружного правительства. В частности, планируется строительство новых объектов по утилизации попутного нефтяного газа и хранения производственных отходов. Кроме того, в планах рекультивация загрязненных земель и новые проекты по сохранению биологических ресурсов. В этом процессе задействованы крупные нефтяные компании. Например, ежегодно они выпускают в реке Опертышского бассейна миллионы особей муксуна и других видов рыб. В общей сложности только в прошлом году недропользователи направили в экологическую безопасность региона более 86 миллиардов рублей. Еще раз обращаю внимание на то, что эта программа содержит обязательства большого количества исполнителей, в том числе и не государственных, не муниципальных, без использования государственных и муниципальных ресурсов. И отмечу, что предприятиями, недропользователями реализуются краткосрочные, долгосрочные природоохранные, природовосстановительные мероприятия. Наталья Комарова назначила нового директора Департамента общественных внешних связей молодежной политики ЮГРЭ. Им стал Яков Самохвалов. До назначения он возглавлял фонд Центр гражданских социальных инициатив ЮГРЭ. Под его руководством фонд запустил проект гран-губернатора ЮГРЭ. Это позволило округу стать первым регионом в России, который полностью перешел на цифровой формат поддержки общественных проектов, что кратно повысило уровень доступности мер господдержки активных югорчан. Ранее должность директора Департамента занимала Елена Шумакова. Сейчас она стала заместителем губернатора ЮГРЭ и теперь курирует культуру, спорт, образование и науку. В ЮГРЭ следователи выясняют обстоятельства нападения бездомных собак на людей. За последние дни зафиксировано сразу несколько случаев. Так травму руки получил 8-летний мальчик из Югорска. С глубокой раны его доставили в местную больницу, а врач сообщил, что инцидент не единственный. Нападавшего пса нашли, ранее его уже отлавливали, чипировали, после чего выпустили на волю. В Мегионе бездомная собака набросилась на женщину. Пострадавшую доставили в больницу с рваными ранами ног. Глава следкома ЮГРЭ поручил провести проверку под данным фактом и установить виновных. Следственным управлением ежедневно осуществляется мониторинг СМИ и интернет-ресурсов на предмет выявления сообщений о происшествиях. Информация о скоплении безнадзорных собак очень часто появляется в социальных сетях. В ходе проверок будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины и ребенка. Также будет дана правовая оценка действиям либо бездействия должностных лиц, ответственных за организацию отлова агрессивных безнадзорных животных. Жительницу Сургута обвиняют в избиении собственного сына. По словам знакомых, 39-летняя женщина систематически выпивала вместе с соседом. Дома появлялась редко, причем на вечеринке с собой брала трехлетнего ребенка. В гостях их заметила другая местная жительница, которая сообщила в полицию, что у мальчика ссадина на лице и опухший глаз. На место выехали медики и инспектор по делам несовершеннолетних. Нерадивая мать не смогла объяснить, где и как ее сын получил травмы. Ребенок был срочно доставлен в больницу. Медики приняли решение об экстренной госпитализации. Его прооперировали, а затем поместили на стационарное лечение. По словам врачей, любое промедление в оказании помощи могло привести к тяжким последствиям. В настоящее время за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в отношении матери возбуждено уголовное дело. Санкции статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Югорчане помогут макоевчанам восстановить две школы и два детских сада. Всего в перечень работ в 2023 году входит ремонт 206 объектов. Расширение списка обсудили на совместном заседании оперативного штаба и совета по вопросам развития инвестиционной деятельности Югры. Его провела губернатор Наталья Комарова. Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хаценко обратился с запросом включить в план на 2023 год ремонт сети и водоснабжения. Также в этом году планируется оборудовать компьютерные классы в образовательных организациях Макеевки. В эти выходные из Покачей отправят очередную партию гуманитарного груза для мобилизованных и добровольцев. Горожане настолько активно взялись за сборы, что местная газета, на базе которой устроили склад, выделила под снаряжение и продукты питания еще одно помещение. Впрочем, здесь не принимают все подряд. Действуют по запросу самих военнослужащих. На пункте сбора уже есть лопаты, топоры, кирки. Решается вопрос с запчастями для отечественных внедорожников. Есть какие-то запросы по бытовой линии. Газовые печки, крепкие тяжелопаты, кувалды, молотки для оборудования временного жилья, пиломатериалы. Ну а так, у них в принципе все есть, и мы не обеспечены. В Сургуте возникли проблемы с очисткой снега на городских дорогах. Автомобилисты обвиняют дорожников в складировании убранного снега на одной из полос движения, отбирая ее у транспорта. Дорожники, в свою очередь, обвиняют автомобилистов. Они вклиниваются в колонну снегоуборочной техники, тем самым уменьшая качество уборки. В ситуации разбирался наш корреспондент Денис Ханжин. А вот этими кучками-кучками наваливать, вот так лавировать приходится. А время выбирает, это вот, блин, когда пробки, и так пробки, они еще грибут, короче, неправильно, я считаю. Я так, как и в прошлые годы, то же самое все происходит. Снег его как бы насчищают, несколько полос занимая при этом, и не дочищает до конца тоже. И все, оно так остается лежать, пока снова снег не выпадет, и все. Отгребсти от обочины и оставить на пару дней тоже хорошо создать коллапс и пробки. Ну то есть вы недовольны? Нет, конечно, на дорогах вообще ужасно чисто. На дорогах горы снега и не только от обильных осадков. Кучи оставляет спецтехника. Да так, что покров перекрывает целую полосу движения. Это новый метод уборки. Во время снегопадов выводится дополнительная техника, которая объезжает городские дороги и формирует гряду. А уже ночью снегоуборочная колонна вывозит сформированный снежный вал на пригородные полигоны. Работы начинаются так же, как и у всех. Вывозить снег в вечернее время, в ночное время намного проще и быстрее, потому что не так загружен город. А именно формирование валов, это можно сделать и в течение светового дня. Не более того. Так что тут ничего такого нового нет. Методика уборки снега изменилась только этой зимой. И несмотря на создающиеся заторы в часы пик и за уменьшение полос движения, возмущаются в городе не все. Жалоб стало даже меньше. Почти в два раза. Сургутяне с пониманием относятся к работе коммунальщиков. К тому же на сургутские улицы перестали сыпать реагенты. Конечно, есть затруднения с проездом, но оно того стоит. Потому что процентов 70, так вот я в доставке работаю у нас в кафе, сталкиваюсь постоянно с этим и чистят хорошо. Ну, понятно, наверное, недовольные есть в плане движения у нас там. Но убирает очень хорошо, грамотно. Снег задерживается недолго. После того, как они от бордюра отгребут, старается убирать очень быстро. Коммунальщики напоминают, что теперь любой желающий может оследить движение снегоуборочной техники в режиме реального времени на специальной интерактивной карте. Там же можно посмотреть полный маршрут движения любой машины за выбранный период времени. Жалобы по уборке снега по-прежнему принимаются на портале ГИС ЖКХ. Денис Ханжин, Юрий Чанцев, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. «Югра» вошла в топ регионов по экспорту продукции. Об этом стало известно на заседании штаба по инвестициям, которое провел первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Так, наш округ по уровню достижения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» достиг стопроцентного результата и занимает лидирующие позиции в России. К слову, в прошлом году из «Югры» экспортировали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на сумму более полумиллиона долларов. Кроме того, на совещании обсудили внедрение регионального экспортного стандарта, который поспособствует стимуляции экспортной деятельности компаний, а также поможет сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта. Обсуждали внедрение экспортного стандарта. Есть некая аналогия с региональным инвестиционным стандартом, который у нас уже внедрён. Если говорить об экспортном стандарте, то существует 15 пунктов, при внедрении которых регион считается внедрившим этот стандарт. У нас из 15 пунктов внедрено 14. Остался один пункт, самый важный, это утверждение экспортной программы. Она у нас сейчас с российским экспортным центром согласована. На инвестиционном совете, который планируется в начале марта, мы с этой программы выходим для её утверждения. Сургутский завод стабилизации конденсата приступил к импортозамещению. Самый крупный производитель автомобильного топлива в Югре удачно заменил немецкие присадки на отечественные. При этом качество дизельного топлива не пострадало. Как проходит импортозамещение на ЗСК и какие дальнейшие планы у завода, на отечественную промышленность узнала Екатерина Нефёдова. Здесь начинается сургутский ЗСК, самый крупный завод в Югре по переработке газового конденсата. И это так называемая точка входа сырья. Сюда оно поступает из Нового Уренгоя. Сургутский завод стабилизации конденсата делает ставку на качество и экологичность. В сырье много бензиновой фракции и очень мало серы, а это значит двигатели. На заводском топливе запускается быстрее, оно лучше сгорает, а в результате сокращаются вредные выбросы в атмосферу. Важно для ЗСК и угодить местному северному потребителю. Здесь выпускают два вида дизеля – зимняя и арктическая. На них машина будет работать даже при морозе в минус 45 градусов. Достигаемые низкотемпературные характеристики нашего топлива за счет особенностей получаемого сырья из газового конденсата позволяют достичь пусковых характеристик, на котором автомобильная техника работает в самых критических температурных условиях нашего региона. Качество товарной продукции ЗСК проверяется на всех этапах производства. Конкретно здесь проходят финальные испытания топлива на соответствие ГОСТам. Мы проверяем качество нашего дизельного топлива, таким образом выполняя анализ на смазывающую способность. То есть как оно влияет на двигатели наших автомобилей таким образом. Для этого мы проводим испытания на нашем белорусском приборе смазка ДТ. При производстве дизельного топлива в обязательном порядке необходимо использовать противоизносные присадки. Не позволяющие двигателю автомобиля быстро изнашиваться. Сургутский завод стабилизации конденсата смог заменить немецкие присадки на отечественные. На сегодняшний день мы полностью перешли на производителя отечественного производства по этим видам присадок. Ну и в настоящий момент полностью импортозамещение у нас завершено по дизельному топливу. На сургутском топливе работает техника и у наших северных соседей. Из сургута его отгружают автомобильным и железнодорожным транспортом. В вагонах-цистернах перевозят и другие виды продукции. Например, стабильный конденсат. Чтобы он не замерзал зимой в процессе транспортировки, в него тоже необходимо добавлять присадки. В настоящий момент идёт испытание отечественных присадок, депрессионно-диспергирующих, чтобы заменить их, существующие присадки, тоже фермы БАС, немецкого производства, на уже наши отечественные присадки, которые помогут в зимний период времени отгружать и снижать остатки в железнодорожных вагон-цистернах. Тем самым увеличить экономическую составляющую перевозки стабильного конденсата потребителя. Если испытания пройдут успешно, на сургутском ЗСК будет использоваться ещё один вид продукции отечественных производителей. В Покачёвской городской больнице заработал новый стационарный рентген-аппарат. Его купили в рамках окружной программы модернизации медучреждения. Старый сломался больше полугода назад. Пока выясняли, что он не подлежит восстановлению, проводили процедуру закупки и установку нового, врачи пользовались передвижным прибором. Это доставляло немало хлопот. Под новый аппарат даже не пришлось переделывать инфраструктуру. Подошли все коммуникации. Теперь покачёвским медикам доступно обследование пациентов, что называется, со всех ракурсов. Снимок на своём экране лаборант видит сразу, при необходимости может его переснять. Медицинский субботник проведут в эти выходные в Сургутской окружной клинической больнице. Это своеобразный день открытых дверей и медицинском учреждении, куда может прийти каждый желающий и задать интересующие вопросы. Главная тема – новообразование и раннее выявление рака. 4 февраля – это международный день борьбы с онкологией. Консультацию проведут узкие специалисты – врачи-онкологи, кинекологи и мамологи. Ежегодно только в этом медицинском учреждении оперируют около 3000 пациентов. Сейчас специалисты работают на новом оборудовании и удаляют опухоль за 15 минут. О современных подходах в лечении опасного заболевания расскажем в нашем сюжете. Врачи Сургутской окружной клинической больницы проводят операцию онкобольному малоинвазивным методом. Вместо полного разреза печени прокалывают ее специальной иглой и под температурой удаляют опухоль. Происходит нагрев и в буквальном смысле – выпаривание новообразования внутри пищеварительной железы. Проводят такие хирургические вмешательства с помощью аппарата радиочастотной абляции. Отличие от других методов лечения заключается в легкой доступности этого метода лечения, в хорошей переносимости пациентами и практически в полное отсутствие осложнений. Вот он радиочастотный аблятор, с помощью которого проводят малоинвазивные операции. В Сургутскую окружную клиническую больницу оборудование приобрели в рамках национального проекта здравоохранения. Новое оборудование пришло на смену старому. У этого радиочастотного аблятора усовершенствованные функции. Современные возможности позволяют проводить операции на одном очаге не дольше 15 минут. Раньше мы вот эти вот показатели, температуру, все это время вводили вручную. А сейчас это оборудование в автоматическом режиме измеряет изменение глубины ткани и тем самым ускоряет время проведения операции. Раньше много времени уходило на настройку оборудования. 70-летний Александр Кузнецов стал первым пациентом, которому провели операцию с помощью нового оборудования. Опухоль у него была в печени. Операцию мужчина перенес хорошо. На следующие сутки уже начал ходить. Да нормально все. Видите, как я чудесно себя чувствую, все хорошо. Я, собственно, ничего там ничего не чувствую, все прекрасно. Операцию по удалению нового образования радиочастотным амблятором проводят, если опухоль находится внутри печени, почек, надпочечников или молочной железы. Обычно это плановые операции. Леона Киамова, Игорь Патищев, телекомпания Югра, Сургут. Югорчане объединились, чтобы помочь восстановить книжный фонд сгоревшей библиотеки в Октябрьском районе. Неравнодушные горожане собирают стихи и прозу, многотомники разных авторов и жанров, детскую классическую литературу. Акция получила такой отклик, что новый книжный фонд может стать в несколько раз больше того, что погиб в огне. Подробности расскажет Василий Сысоев. Антон Павлович Чехов, Шульверн и Теодор Драйзер. Классика мировой и русской литературы. Совсем скоро все это культурное богатство отправится в поселок Большие Леуши. Дело в том, что в октябре прошлого года там случилось несчастье. Сгорела местная библиотека. Чтобы хоть как-то помочь культурному учреждению, редакция газеты «Новости и игры» организовала книжный сбор и отклик их удивил. Начали звонить буквально отовсюду, не только из Ханты-Мансийска, а из Коголыма, Нижневартовска. Люди хотели помочь, говорили, куда привезти книги. И на самом деле только за неделю в Ханты-Мансийске им удалось собрать 3,5 тысячи книг. Откликнулись вообще самые разные люди. Это и волонтеры, и просто обычные жители города, депутаты. В общем, все югорское сообщество объединилось вместе, чтобы помочь одному небольшому поселку. Мы хотели просто внутреннюю редакционную акцию объявить. Из дома принести некоторые книги. Понимали, что это совершенно небольшая сельская библиотека. И для небольшого поселка мы бы своими силами это сделали. Но после того, как мы писали объявление в газете, Ханты-Мансийцы откликнулись. После Ханты-Мансийцев откликнулись к Голымчане, Сургутяне, Нижневартовске. В общем, акция приобрела всеокружной, можно сказать, масштаб. Книг очень много. Вот даже своими силами мы собрали за неделю, за неделю. И вот просто не преувеличиваю, честное слово, 3 тысячи с половиной книг. И нам пришлось закрыть сбор. Хотя мы перерывночально объявляли до 15 февраля. И все это культурное богатство окажется на полках Леушинской библиотеки совсем скоро. 14 февраля в России и в мире отмечается День книгодарения. И вот такой вот подарок жители Югры подготовили для небольшого поселка. Югра продолжает домашнюю серию матчем с Горняком УГМК. Сегодня команда из Верхней Пышмы попробует взять реванш за сентябрьское поражение у подопечных Удварда Занковца. В первом матче регулярки команды вели бой до овертайма, где верх взяли хоккеисты Югры 4-3. Интересно, что исход четырех последних матчей решался в дополнительное время. И все они закончили с одинаковым счетом. Победа нужна гостям, так как они ведут борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас команда идет на 14-м месте и имеет в своем активе 52 очка, что на одно больше, чем у Тороса, который находится на рубеже зоны плей-офф. У Югры другие планы. Наша команда давно обеспечила себе участие в Кубке Петрова и сейчас старается сохранить лидерство в регулярном чемпионате. Увидеть игру в прямом эфире вы сможете на нашем телеканале. Начало трансляции в 18.55 сразу после этого выпуска новостей. Сегодня открылась регистрация на югорский лыжный марафон. В этом году большой спортивный праздник пройдет в десятый раз. 7 и 8 апреля в столице Югры соберутся тысячи любителей лыж. В первый соревновательный день спортсмены пробегут 50 километров классическим стилем. Новшество ввели в прошлом году. Тогда классический полтинник преодолели около 300 лыжников. На следующий день на дистанцию выйдут все желающие. Заявиться можно на 5, 25 и 50 километров в свободном стиле. Регистрация проходит на сайте Russia Running. За 400 рублей можно пробежать 5 километров, за 725 километров, а королевская дистанция будет стоить 1300 рублей. Кроме того, за дополнительную плату можно заказать именной номер, а на медаль нанести памятную гравировку с результатом гонки. В этом году организаторы планируют собрать на лыжне более 4000 спортсменов. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра.